Здравствуйте дорогие друзья! С вами компания Пептайдос и я консультант Елизавета Кострома. Сегодня поговорим с вами о NTH косметике серии Revilab Evolution номер 3. Креми для лица Пептайд Ревиталайзер и креми для кожи вокруг глаз Айлайн Филлер. В последнее время пептиды стали активно применять не только в медицине, но и в косметологии для решения различных эстетических проблем. На сегодняшний день пептидная терапия в косметологии является самым перспективным направлением, которое способно решить очень многие сложные проблемы с кожей. И для каждой такой проблемы можно найти нужный продукт с пептидами. Что же такое пептиды? Пептидами называют короткие цепочки аминокислот или фрагменты белков, которые действуют как сигнальные молекулы в организме. Именно они обеспечивают нормальную клеточную коммуникацию. Пептиды содержат определенную информацию, которая, подобно триггеру, активирует специфические особенности клеток кожи. Пептиды соединяются с клетками ДНК, и клетки воспринимают это как сигнал к действию и отвечают определенными изменениями. Белок переходит в активную форму и запускает каскад восстановительных реакций. Самым важным отличием пептидов от аминокислот и белков в косметике является то, что пептиды обладают специфической, достоверной и измеряемой биологической активностью. Белки слишком велики, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи, а аминокислоты слишком просты, чтобы быть регуляторами работы генов. Молекулярная масса пептидов гораздо меньше, чем у белков, и поэтому пептиды легко проникают через роговой слой кожи и успешно действуют во внутренних ее слоях, в которых находится множество капилляров и лимфатических сосудов. И попадая в русло кровотока, они продвигаются к поврежденным клеткам и ремонтируют их. И таким образом пептиды восстанавливают обменные процессы в клетках и повышают клеточный иммунитет. Укрепленный пептидами клеточный барьер хорошо справляется с нашествием свободных радикалов, с действием, разрушающим действием ультрафиолетового излучения и, конечно, с агрессивным влиянием окружающей среды и со стрессом. Сегодня в косметологии используется большое количество пептидов различного назначения. Синтетические пептиды, которые можно встретить в составах современных косметических средств для ухода за кожей, разделяют на несколько основных групп. Первую группу составляют пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. Межклеточным матриксом называют внеклеточные структуры ткани, которые составляют основу соединительной ткани. И основные компоненты внеклеточного матрикса – это коллаген, эластин, гиалуроновая кислота и фиброниктин. Вторую группу составляют пептиды-стабилизаторы. Эти пептиды характеризуются общеукрепляющим действием на кожу, связанным с повышением ее собственного защитного потенциала. Это благоприятно сказывается на состоянии кожи, причем позитивные изменения происходят на разных уровнях и затрагивают разные структуры, начиная от барьера рогового слоя и заканчивая дермальным матриксом. Третья группа – это пептиды-блокаторы нейромышечной передачи. Конечно, мимические сокращения мышц играют очень большую роль в формировании морщин, и поэтому важно найти препараты, ослабляющие интенсивность мимики. И в роли активного начала в них выступают пептиды, способные блокировать передачу сигнала о сокращении с нервного окончания на мышечное волокно. Четвертую группу составляют пептиды-регуляторы меланогенеза. Это пептиды, которые могут воздействовать на процесс меланогенеза, ослабляя или усиливая выработку пигмента под действием ультрафиолета. Пятая группа – это пептиды-иммуномодуляторы. Они нормализуют иммунный статус кожи. И последняя группа – это пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоотток. Развитие отека способствует потере эластичности кожи, мышечная слабость, нарушение микроциркуляции и проницаемости сосудистой стенки. Эта проблема часто возникает в области глаз. И результатом становятся темные круги опухлости, припухлости, с которыми очень трудно бороться. И разработано несколько ингредиентов пептидной природы, применение которой улучшает состояние кожи вокруг глаз, благодаря их противоотечному действию. Давайте еще раз подчеркнем преимущество пептидов перед аминокислотами и протеинами. Действие пептидов, в отличие от аминокислот и белков, поддается легкому достоверному измерению их биологической активности и дифференциации. Аминокислоты слишком примитивны и не оказывают заметного действия на фоне остальных ингредиентов косметического препарата. А белковые молекулы слишком велики и почти не проникают через роговой слой кожи при наружном применении. Далее, структура молекул пептидов сложна и способна оказывать активное действие на биохимические реакции. И в то же время, размер их значительно меньше протеинов, что позволяет им относительно легко при регулярном применении проникать в глубокие дермальные слои и функционировать в соответствии с индивидуальными особенностями кожи и биологическими ритмами. И последнее, очень важное, синтетические пептиды характерны значительно более высокой степенью очистки. Основные функции пептидов. Пептиды стимулируют синтез коллагена, то есть обеспечивают антивозрастной эффект, сокращаются морщины, повышается эластичность кожи. Повышают антиоксидантную защиту кожи путем активации синтеза антиоксидантного фермента, который защищает организм от токсичных радикалов. Следующая функция – это нормализация процесса меланогенеза, образование меланина, и они также работают с пигментными пятнами. Четвертая функция – это купирование воспалительных процессов и повышение регенерационной активности кожи. Пятое – улучшение циркуляции крови и лимфы по сосудам. И пептиды также транспортируют необходимые микроэлементы. Некоторые пептиды переносят в глубокие слои кожи активные вещества, входящие в состав средства косметического. И седьмая последняя функция – они регулируют деятельность сальных желез. Такие пептиды применяются для лечения акне и борьбы с постакне. Задача пептидной косметики состоит в пробуждении собственных репаративных и защитных сил кожи, способом наиболее близким к естественной системе регуляции. Силы пептидов как раз заключаются в безопасности и эффективности, и они не имеют побочных эффектов. А пептидная косметика прекрасно сочетается с другими косметическими средствами и процедурами. Но имейте в виду, если вы не заметили эффекта от применения крема с пептидами, а одно из главных достоинств этих соединений – высокая скорость работы, то проверьте, с какими средствами вы его сочетаете. Дело в том, что пептиды не терпят соседства с ретиноидами и кислотами. Они теряют свои свойства. Поэтому косметологи все же рекомендуют использовать косметику, в том числе пептидную, одной марки. Вот мы с вами и разобрались, что такое пептиды, поговорили про их основные функции, как они работают. Теперь давайте немножко поговорим об особенностях строения кожи в зоне вокруг глаз. Поскольку будем разбирать крем для кожи вокруг глаз – Eye Line Filler из серии Reveal Up Evolution номер 3. Конечно, борьба со старением для женщины обычно начинается с кожи вокруг глаз. Потому что именно здесь появляются первые возрастные проблемы. Кожа теряет свежесть, появляются припухлости и мелкие морщинки. И это неудивительно, потому что кожа вокруг глаз очень тонкая, всего лишь полмиллиметра. Кроме того, вокруг глаз практически нет сальных желез. И нет мягкой прокладки из подкожной жировой клетчатки. И очень мало мускулов, поддерживающих ее упругость. А коллагеновые волокна располагаются здесь в виде сетки. Поэтому кожа век очень легко растяжима. А из-за рыхлости подкожной клетчатки еще и склонна к отекам. Ну и конечно, кожа век постоянно находится в движении. Глаза мигают, щурятся, улыбаются. В результате кожа вокруг глаз подвергается особенной нагрузке. Основные причины раннего старения в зоне вокруг глаз, конечно, заключаются и в особенностях строения, и во внешних факторах. Об особенностях строения мы с вами только что говорили. А к внешним факторам относят активную мимику, моргание, постоянное нанесение и снятие макияжа, трение глаз. Длительная работа за компьютером, неправильное питание, вредные привычки, солнечный свет, стресс. Ну и для того, чтобы минимизировать эти воздействия внешних факторов, необходимо правильно ухаживать за нашей кожей век. Для этого наносим крем для области вокруг глаз дважды в день, утром и перед макияжем, и вечером, после снятия макияжа, перед сном, не позднее, чем за полтора-два часа до сна. Очень важно снимать макияж на ночь. Почему? Потому что есть большой риск возникновения всяких воспалительных реакций, которые не лучшим образом скажутся на состоянии кожи. Берем небольшое количество крема для нанесения на кожу век. На подвижное веко не наносим. Наносим, обычно наносят безымянными, подушечками безымянных пальцев, потому что они самые слабые и не растягивают кожу. Если хотите добиться дренажного эффекта, снять отеки, то небольшими легкими похлопывающими движениями наносят по массажным линиям. Не забываем про массажные линии. Чтобы снять макияж, обычно берут два ватных диска, смоченных средством для снятия макияжа. Если используете водостойкую тушь, то обязательно специальное средство для такой туши использовать. Один ватный диск кладут под реснички на нижнее веко, а вторым аккуратно, таким движением сверху снимают, стараясь не тереть, не растягивать кожу. И перед долгой дорогой, перед перелетом лучше всего использовать и брать с собой увлажняющий крем, который предотвратит активную потерю влаги. Постепенно мы подошли к нашим антивозрастным средствам из серии Ревелап Эволюшн номер 3. И первый крем, о котором мы будем говорить, это крем для кожи вокруг глаз, айлайн филлер из серии Ревелап Эволюшн номер 3. Это антивозрастной филлер для кожи вокруг глаз, который воплощает новейшие достижения и технологии в сфере борьбы со старением. Его основными действующими веществами являются комплекс пептида леофасил, матриксил синтез-6 и неодермин, экстракт сине-зеленых водорослей Лана Блу, компоненты Лана Сетин, ХПЕ-4, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт косточек граната и экстракт ростков пшеницы. Давайте более подробно остановимся на действующих веществах крема. Первый это комплекс пептида леофасил, матриксил синтез-6 и неодермил, который восстанавливает межклеточный матрикс, стимулируя синтез хологена, эластина и гиалуроновой кислоты, борется с мимическими морщинами и уменьшает биологический возраст кожи. Леофасил применяется в качестве альтернативы ботоксу. Он имитирует природный механизм ацесилхолина, ингибирует поток ионов кальция через мембрану и уменьшает возбуждение в нейроне, меняя каскад реакции внутри него. Возбудимость нервной клетки снижается, мышечные сокращения ослабляются и через некоторое время мимические морщины уменьшаются. Неодермил укрепляет межклеточный матрикс, имеет выраженный пролонгированный эффект воздействия, увеличивает выработку коллагена и эластина, а матриксил синтез 6 стимулирует синтез 6 основных компонентов матрикса кожи. Следующее действующее вещество это экстракт сини-зеленых водорослей Lana Blue, который воздействует на экспрессию генов для уменьшения поверхностных морщин, шероховатости кожи и проблем пигментации. Уникальной эту водоросль делает ее аминокислотный состав, содержание всех природных аминокислот в свободной форме и в высокой концентрации. Следующий компонент это Lana Cetin. Он эффективно защищает клетки кожи от повреждений, вызванных негативным воздействием окружающей среды. Lana Cetin это комплекс из полисахарида альтермоноз, который применяется для ухода за чувствительной кожей. И экстракт хризантемы индийской, которая как раз усиливает устойчивость кожи к вредному воздействию окружающей среды и предотвращает потерю влаги. Компонент HPE4 относится к новому поколению биогенных аминов. Этот компонент дает возможность получить антиэйдж эффект, разгладить мелкие морщины, увлажнить кожу, повысить ее упругость и значительно улучшить текстуру. Низкоморгулярная гиалуроновая кислота и экстракт масла вечерней примы. Они увлажняют кожу на уровне эпидермиса и дермы и восстанавливают структуру эпидермиса, оказывают регенерирующее действие. Экстракт косточек граната обладает выраженным омолаживающим и антиоксидантным действием, улучшает тонус кожи. Экстракт ростков пшеницы. Ее активные ингредиенты, такие как минеральные вещества цинк, железо, фосфор, карий, магний, селий, витамины А, В, Д, Е, Ф, ферменты, фитостеролы и фитогликолипиды, оказывают витаминизирующее, питающее и детоксикационное действие на кожу, способствуют регенерации клеток кожи и разглаживанию морщин. Крем для кожи вокруг глаз, Айлайн Филлер Эврелап Эволюшн номер 3, это антивозрастной филлер для кожи вокруг глаз, который воплощает новейшие достижения и технологии в сфере борьбы со старением. Сочетание высокоэффективных пептидов, растительных экстрактов, гиалуроновой кислоты оказывает системное воздействие на кожу вокруг глаз, благодаря чему она выглядит более молодой и здоровой, более упругой, увлажненной, подтянутой, а мелкие морщины заполняются изнутри. Насыщенный интенсивными антиэйдж компонентами, крем обеспечивает не только кратковременный результат, но и накопительный эффект, оказывая омолаживающее воздействие на кожу в течение долгого времени. Крем для кожи вокруг глаз, Айлайн Филлер Эврелап Эволюшн номер 3, заметно сокращает мимические морщины, повышает упругость кожи вокруг глаз, восстанавливает, увлажняет кожу, способствует регенерации, улучшает трофику вокруг глаз и борется с преждевременным старением. И второй крем у нас на сегодня, это крем для лица, Пептайд Ревиталайзер Ревелап Эволюшн номер 3. Это высокоэффективный крем на основе синтезированных пептидов, который укрепляет и насыщает кожу энергией, борется с обезвоживанием, тусклостью, морщинами и другими видимыми признаками старения. Его основные действующие вещества это комплекс Юнири ПТ-43 и пептидермоксин, термострессин, HPE-4, низкомолкулярная гиалуроновая кислота, экстракт косточек граната и экстракт семян амаранта. Комплекс Юнири ПТ-43 и пептидермоксин значительно увеличивает скорость восстановления повреждений ДНК клеток и способствует восстановлению повреждений кожного матрикса, уменьшает последствия вредного воздействия окружающей среды. Юнири ПТ-43 богатый аминокислотами комплекс, стимулирующий процесс восстановления повреждений ДНК в результате действий ультрафиолетового излучения. Снимает покраснение кожи после солнечного воздействия, предотвращает фотостарение. Апептидермоксин стимулирует клеточные взаимодействия и восстанавливает возрастные повреждения кожи, разглаживает мимические и возрастные морщины. Эффективен для увядающей кожи. Восстанавливает кожный барьер и способствует сохранению упругости и молодости кожи. Следующее действующее вещество это у нас термостресайн. Это антисресс актив, который направлен на улучшение жизнеспособности клеток и подготовку к предному воздействию окружающей среды. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, масло вечерней примулы, комплекс HPE-4 и экстракт косточек граната входит у нас в состав крема для кожи вокруг глаз. Айлайн филлер из серии Ревелап Эволюшн, номер 3, про который мы с вами только что говорили, поэтому на них я не буду заострять внимание. А расскажу вам про экстракт семян амаранта. Косметические средства с использованием амаранта имеют общий уникальный компонент. Это полиненасыщенный углеводород сквален, которого в этом растении больше, чем где-либо. Раньше считалось, что больше всего сквалена находится в печени акулы, однако со временем было установлено, что амаранта значительно превосходит по этому показателю. И благодаря сквалену восполняется дефицит кислорода в организме и в частности в слоях кожи. И экстракт семян амаранта используется для защиты, детоксикации, увлажнения, смягчения, омоложения и питания кожи. Крем для лица Пептайт Ревиталайзер Ревилаб Эволюшн номер 3 – это высокоэффективный крем на основе синтезированных пептидов, который укрепляет и насыщает кожу энергией, борется с обезвоживанием, тусклостью, морщинами и другими видимыми признаками старения. Его задача – восстановить природную силу и жизнеспособность кожи, стереть следы возрастных изменений и признаки усталости. Комплекс современных пептидов оперативно восстанавливает повреждения ДНК клеток и способствует регенерации кожного матрикса. Синергия низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и растительных экстрактов способствует омоложению и питанию кожи. Крем для лица Пептайт Ревиталайзер Ревилаб Эволюшн номер 3 уменьшает количество и глубину морщин, устраняет первые признаки старения кожи, эффективно борется с признаками усталости, стимулирует клеточное дыхание и наполняет кожу энергией, возвращает коже упругость и эластичность. А теперь давайте рассмотрим наиболее эффективную схему применения косметических средств из серии Антиэйдж Косметик из серии Ревилаб Эволюшн номер 3. Первым этапом обязательно наносим очищающий мицеллярный тоник из серии Ревилайн, который обеспечивает максимальное очищение и непревзойденную легкость и комфортность. Вторым этапом наносим крем для кожи вокруг глаз Айлайн филлер Ревилаб Эволюшн номер 3. Конечно наносим только после снятия макияжа, если это идет речь о вечернем времени. Наносим легкими движениями по массажным линиям, подушечками безымянных пальцев с учетом тех рекомендаций, о которых мы сегодня с вами ранее говорили. Третьим этапом наносим крем для лица Пептайт Ревиталайзер Ревилаб Эволюшн номер 3. Его можно применять как и дневной крем, так и ночной, что очень удобно в поездках в дальних дорогах, когда не надо с собой брать несколько тюбиков одновременно. И конечно поддерживаем нашу красоту и здоровье изнутри. Для этого можно использовать Мезотель Бьюти, омолаживающий препарат на основе холина, который обогащен экстрактом Готу Колы и Дерезы, цинком и витаминами. Мезотель Бьюти замедляет процессы старения, улучшает текстуру, влажность, упругость и цвет кожи, способствует разглаживанию мелких морщин. Взрослым и детям старше 14 лет можно применять по 1 чайной ложке 1-2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. На этом мы завершаем наш рассказ о антиэйдж косметике из серии Ревелап Эволюшн номер 3. Если у вас есть вопросы по применению продукции, то пишите или звоните по указанным на слайде контактам. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok